Всем привет! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии. Пожалуйста, проверьте в описании ссылки на другие интересные видео. Спасибо! На проект сегодня вновь вернулся Валера Блюменкранс. Надолго ли покажет эта неделя? На днях состоялся суд над Ильей Кротковым. Его новая девушка Ирина Павлова обвиняет парня в нерешительности и метаниях между женщинами. Оказалось, встречаясь с ней, Илья писал смс Анне Малько. Чем закончился суд, узнаем в эфире. Мама Анастасии Волонец пригрозила лишить дочь финансовой поддержки, в том случае, если она не расстанется с Богданом Бобриком. Настя взяла пару дней на раздумья. А тем временем Богдан решил похвастаться новой работой. Парню предложили подбирать персонал, модельное агентство. Бобрику нужно находить в соцсетях по 10 красивых девушек в неделю, связываться с ними, приглашать на фотосессию и собирать их в офисе. Не трудно догадаться, что с каждым новым словом, описывающим обязанности сотрудника, брови Насти Волонец медленно ползли вверх. Но ведь за каждую модель Богдан будет получать тысячи рублей и все до копейки приносить в дом и семью. На ток-шоу, посвященному «Острову любви», которое состоялось в этот понедельник, поженили Ивенчика с Катей. Мексике Элизе Ольга Бусова предложила 1 миллион рублей. Взамен ведущая попросила девушек отказаться от борьбы за сердце Саши Задойнова. Просто жить, загорать на острове, кайфовать и ни в чем себе не отказывать. А что выбрала каждая из девушек, узнаем в следующий понедельник. На данный момент служанками «Острова» стали Карина Багдасар и Рита. Также определились и новые председентки на должность служанок. Это Юлия Теплова, Ирина Пинчук, Марина Мексика и Лиза Кордобовская. Сегодня девочки острова устроили бунт и сказали, что больше не будут общаться с Ваней Барзиковым. Из-за того, что он проводит время и общается со всеми девушками. Как вы считаете, правильно ли они поступают? Бывшая участница Камила Коробейникова сообщила новость. Она хочет вернуться на телестройку. Да не одна с женихом. Правда, жениха пока нет, поэтому она придет на кастинг и попробует выбрать из того, что будет. Семья Жемчуговых держит курс на развод. По крайней мере, в этом уверены большинство ребят. Иначе зачем Глебу без камер говорить о том, что за миллион он бы с женой с удовольствием развелся? А еще вскрылась информация, что без камер Глеб орет на Ольгу матом, посылает ее, говорит, как она ему надоела и прочее. Ссоры в семье продолжаются. Глеб винит жену в том, что ничего не меняется. Ему душно и приторно с ней. И живет он с ней от безысходности. Ни романтиков супруга не устраивает, ни флиртует с ним, ничего. А еще его раздражает, как Оля ест мармелад. Оля понимает, что в нелюбимом человеке раздражает все. А если муж бесится, как она кушает, значит совсем дела плохи. Кстати, в данный момент Глеб Жемчугов находится на операции по удалению излишнего жира, липосакция. На ток-шоу в понедельник Ольга Бузова сделала и заманчивое предложение для Рапунцель – отправить Дмитрия Дмитренко домой и получить за это миллион рублей. Но Оля, почти не раздумывая, выбрала Диму. Понятное дело, миллион она и сама заработать может. А вдруг больше не найдется желающих взять ее в жены? Вчера Рапунцель весь день хвасталась новыми, роскошными, дорогущими серьгами, которые ей купил ее Дима. Весь день девушка летала на крыльях радости, уверяла ребят, что серьги и нож очень дорогие. И обсуждала с Димой этих нищебродов, которые им только завидуют. А вот к вечеру произошла трагедия. Дима отказался прямо сейчас оплачивать билеты в отпуск, в который так мечтала полететь Оля. Потому что денег нет и надо немного подождать. Однако это дерзкое предложение подождать вызвало очередную истерику. Она так не хочет. Рапунцель хочет все и сразу. А если Дима не может этого сделать, пусть отвалит от нее. Парень, не выдержав в сердцах, назвал ее коровой. И тогда девушка воскликнула, ах так, тогда я всем правду сейчас о сережках расскажу. Влад Кадони сегодня все-таки раскрыл тайну сережек. Оказывается, Рапунцель всех обманула и купила сама себе эти сережки. А Дима лишь немного добавил денег. Оле очень стыдно, она не может больше так жить. И позор этот смоет только волной океана, которым она хочет немедленно отправиться. Кадони предложил другой выход – купить Диме билет в один конец и устроить завтра мужское голосование, чтобы выгнать парня с проекта и помочь Рапе освободиться от больных оков любви. Однако Ольга не готова еще бы недельку подумать. Кадони рассказала ребятам про тайну сережек, все просто в шоке. Коллектив сегодня будет решать, что делать с подлецом Димой, который заморочил голову бедной овечки Ольги, вел ее в заблуждение по поводу своего материального положения и еще так с сережками подставился. Спасибо за просмотр! Переходите на другие интересные видео на моем канале и обязательно подписывайтесь! Продолжение следует... Продолжение следует...